Сегодня будет важный результат, связанный с сингулярным разложением матрицы. И, наконец-то, я могу вам объяснить, почему именно это разложение матриц оказалось настолько востребованным на практике, распространённым, но просто вездесущим в многочисленных приложениях линейной алгебры к, можно сказать, самым разным задачам, которые в нашей жизни возникают. Ну, такая примета, что ли, времени очевидная заключается в том, что мир наполняется огромным количеством данных из самых разных источников, многочисленных. И это количество, ну, действительно, катастрофически большое, большим становится. И данные требуют анализа, поиска структуры какой-то, ну, потому что в море данных можно утонуть просто, да. И для этого нужны, конечно, математические методы. Довольно часто данные собираются в виде матриц. Иногда часто в виде многомерных матриц. Ну, давайте мы рассмотрим ситуацию очень распространённую, когда данные собираются в виде матрицы. Возможно, очень большой. Вот эти матрицы, составленные из данных, довольно часто оказывается так, в общем, ну, может быть, мир так устроен. Очень часто оказывается, к счастью, конечно, что эти матрицы хорошо приближаются к каким-то матрицами малого ранга. Если ранг равен к равен единице, это значит, что вместо n на n чисел, если речь о квадратной матрице, вам нужно один столбец, запомните одну строчку, и вот эти столбец и строчку будут давать хорошее приближение к матрице, составленной из данных. Ну, не обязательно ранг равен единицы, может быть, ранг и большим. Значит, вот таким образом, один из чрезвычайно распространённых методов работы с данными заключается в том, что матрицы, составленные из данных, возможно, очень большие по размерам, приближаются матрицами малого ранга. То есть берётся какое-то ограничение на ранг, ну, вот, какой ранг брать? Это зависит, конечно, от точности приближения, от погрешности приближения. Ранг и погрешность приближения связаны между собой, конечно же. И вот, смотрите, ну, вы прекрасно понимаете, да, что если у вас есть М на Н матрица, а вы её приблизили, ну, вот так вот получилось, один столбец, да, и одна строчка, то у вас, во-первых, сжатие данных произошло, да? То есть вы вместо М на Н запоминаете М плюс Н чисел. Это уже здорово. Это уже здорово. Но есть ещё одна вещь. Данные обычно неточные. То есть есть какой-то шум в этих данных. Так вот, оказывается, что выделяя малоранговое приближение для матриц, вы одновременно то, что вы отбрасываете, как обычно содержит шум. То есть вы ещё таким образом и очищаете данные от шума. Сейчас, скажем так, борьба с шумом. Получение малоранговых приближений одновременно даже две задачи решает. Ну, почему это так? Возможность объяснять сколько-нибудь убедительно я не имею. Но, тем не менее, можно так поверить, что мир устроен таким образом. Есть ещё третий пункт. Оказывается, малоранговые приближения позволяют получать некоторые эффективные вычислительные алгоритмы. Приближённые, но эффективные вычислительные алгоритмы для решения самых разных задач. То есть есть ещё и третий. Я вот не буду писать ещё. И третья причина, по которой малоранговые приближения имеют большой интерес. Ну, а теперь, при чём здесь сингулярное разложение? Значит, теорема. Пусть матрица А комплексная задана. Пусть для матрицы А имеется её сингулярное разложение. Фигма. Итая. Уитая. Ну, обычно мы не так пишем, да? Мы пишем. Витая на уитая. Здесь напишу, поставлю уитой со звездой, чтобы соответствовало нашим обозначениям. Значит, это есть сингулярное разложение. И мы полагаем, что сингулярные числа вот таким вот образом упорядочены. Как мы это привыкли делать? Сигма-1 самое большое. Сигма-2 следующее и так далее. И вот теперь нас интересует минимум по всем матрицам. матрицам B, ранг которых не превосходит... Ну, не R, конечно. R – это ранг матрицы А, да? Вот мы выберем некое число К, меньше, чем R. И будем матрицу А приближать к матрицам B, ранг которой не превосходит К. И нас интересует наилучшее приближение. Вот в какой норме, да? Ну, давайте рассмотрим два случая. Рассмотрим. Это будет один результат. Значит, это есть спектральные нормы матрицы. Помните обозначение? Спектральная норма – это норма, порожденная... Это операторные нормы матрицы, порожденные длинами векторов. Эвклидовыми, ну, не эвклидовыми, в унитарном пространстве, обычными длинами векторов. Значит, вот, оказывается, это есть вот что такое. А минус Акатая. Вот, что такое Акатая? Я, конечно, должен дать определение. Акатая – это та же самая сумма по И от единицы, но не до R до К. То есть, это усеченное сингулярное разложение. Усеченное до К стакших членов. То есть, в качестве наилучшего приближения можно просто взять усеченное сингулярное разложение. Значит, отклонение А минус Б, если Б, равное Акатая, будет минимально возможным. И можно это отклонение вычислить. То есть, это будет следующее сингулярное число – К плюс первое. В качестве. Вот. Еще один результат. Но норму можно брать и другую. Но самые популярные нормы, конечно, спектральные. И норма Робениуса. Помните, как определяется норма Робениуса? Это и есть корень квадратный и сумма квадратов модулей всех элементов. Значит. Вот какой здесь будет. Вот, оказывается, здесь результат будет очень похожий. То же самое. В качестве наилучшего приближения по Фрабениусовой норме тоже можно взять то же самое усеченное до К старших членов сингулярное разложение. Но, правда, если вы вычислили эту норму, результат будет вот какой. И больше ли равняется К плюс 1 и 2 и 2 в коль. Значит, матрица такая же, но Фрабениусова норма этой матрицы может быть вычислена. Она оказывается такой, как я написал. Значит, вот два результата. Два равенства в этой самой теореме. Я потом скажу о некоторых обобщениях, об одном обобщении далеко идущем. Можно и другие нормы рассматривать, оказывается. Не только спектральную, не только норму Фрабениуса. Вот здесь очень много других норм, где результат совершенно аналогичный. То есть оказывается, что минимум это есть А минус Акатая для любой унитарно-инвариантной нормы. То есть вот более общая теорема. Скажем, что это теорема Мирского, которую мы доказывать с вами не будем. Это весьма тонкий результат, который потребовал бы усилий серьезных, доступных, но тем не менее довольно больших. Значит, ну это вот то самое далеко идущее обобщение, которое здесь имеется. Но вы, я так думаю, знаете, что спектральная норма является унитарно-инвариантной. Легко доказывается это. Норма Фрабениуса тоже является унитарно-инвариантной. То есть вот эти два равенства – это частные случаи более общего результата. Но с частными случаями мы с вами в состоянии разобраться. Ну, это более-менее не очень трудно, скажем так. Ну, тоже усилия некоторые нужны, но они очень, не очень большие. А вот теорема Мирского – это, скажем так, красивый и тонкий результат матричного анализа. Если есть желание, можете поискать, посмотреть, как это все-таки можно получить. Но это за рамками нашего курса будет. А вот эту теорему мы докажем. Вот. И у нас будет с вами, понимаете, такая теоретическая база, которая объясняет полезность синкулярного разложения. Понимаете, вы с помощью синкулярного разложения, используя усечения, можете получать малоранговые приближения. Значит, есть алгоритмы, которые синкулярные разложения вычисляют. Достаточно эффективные. Вы можете эти приближения строить и при этом понимать, что вы получаете оптимальные приближения. То есть лучше приблизить нельзя. Значит, вот, я думаю, именно это объясняет такую вездесущность синкулярного разложения в применениях линейной алгебры. Вот. Ну, давайте посмотрим, как доказать. Докажем вот эту теорему. Здесь фактически два равенства и техника разная будет. Интересно, техника для получения первого равенства и второго разная. Ну, давайте начнём с первого. Вот. Ну, есть, кстати говоря, вот здесь как бы два равенства. Вот это равенство и вот это. Для чего это равенство? Очень простое. То есть, это легко вычисляется. Ну, в самом деле, что такое А минус Ак? Это сумма по И от К плюс единицы до Р фигма ИТ на В ИТ по ИТ звездой. Правильно? Ну, взяли сингулярные разложения, вычли усечённое сингулярное разложение, остался хвост сингулярного разложения. Ну, и то, что написано, это есть сингулярное разложение матрицы А минус Ак, и старшим будет такое число сингулярное Сигма К плюс один. Значит, спектральная норма вот этой матрицы. Помните, да, мы доказывали, что спектральная норма матрицы это старшее сингулярное число. Так ведь? Вот. Но одновременно можно подсчитать и норму Фрагениуса. Значит, норма Фрагениуса это корень квадратный из суммы квадратов всех элементов, взятых по моду, но смотрите, норма Фрагениуса унитарно-инвариантна, то есть она не меняется при умножении слева и справа на унитарные матрицы. А сингулярное разложение, как мы начинали о нем говорить, это что ж такое? Это утверждение о том, что с помощью умножения матрицы, заданной слева и справа на унитарный матриц, можно получить диагональную матрицу. Причем диагональную матрицу составленную из сингулярных чисел. Значит, вот матрица А минус АК, а сингулярные числа Сигма К плюс 1, Сигма К плюс 2. Ну, как Фрагениусу норму-то посчитать, диагональные матрицы. То есть надо вот эти сингулярные числа, это то, что на главной диагонали будет возвести в квадрат, извлечь квадратный корень. Значит, получится в точности то, что здесь написано сумма ОИ от капли единицы в ВВР и в ВВК кода. То есть вот эти два равенства уже доказаны. Уже доказаны. Вот разбираться надо, конечно, вот с этими, с этим и с этим. Вот, ну давайте возьмем произвольную матрицу В. Ранг которой ограничен сверху заданным числом К. Значит, что такое есть спектральная норма матрицы А минус В? Давайте по определению. Помните определение спектральной нормы, да? Помните? Вне минимума максимум. Максимум по Х и равных нулях А минус В надо умножить на Х и взять длину и поделить на длину вектором Х. Ну, длина – это то же самое, что вторая два нормы Гюльдера, да? корень квадратный и сумма квадратов координат вектора. Вот так вот. Вот, а давайте, значит, если мы максимум будем брать по меньшему множеству, то что произойдет с максимумом? он уменьшится. Ну, конечно, вот так вот. Но давайте еще потребуем, чтобы БХ равнялся нулю. То есть только по таким мы-то сам будем набрать максимум, которое при умножении на Б переводится в ноль. То есть Х принадлежит ядру матрицы Б. Вот. Но здесь почему это полезно для нас? БХ здесь исчезает, в числителе исчезает Б. Согласна, да? Очевидно. Вот. Ну, теперь давайте давайте ведем вот такое пространство. Л это ядро матрицы Б. И введем еще одно пространство М. Это будет линейная оболочка, натянутая на векторы У. К плюс 1 и далее У. УП. Ну, пусть у нас Н на Н матрица, да? Будем считать, что матрица. Ну, будем считать, что матрица квадратная для простоты. И, значит, это вот это сингулярные векторы, начиная с К плюс 1 и дальше. И вот на них мы натягиваем линейную оболочку. Это будет пространство М. Ну, совершенно ясно, что размерность пространства М чему равняется М минус К. М минус К. Так. Я вот только думаю, сейчас, может быть, неправильно. Не так давайте, не такое. Я не хочу такого красавства. вот такое возьмем. Значит, а его размерность какая? А? А плюс 1. А плюс 1. Вот. А теперь размерность L. Размерность L понятна. это N минус значит, размерность ядра. А размерность ядра это N минус ранг, да? Значит, это есть M минус ранг матрицы В. А по ранг матрицы В известно, что он меньше или равен К. Значит, размерность L больше или равна, чем N минус К, да? Согласны? Вот. Теперь давайте посчитаем размерность пересечения L и M. Согласно формуле Грассмана, это есть размерность L плюс размерность M минус размерность суммы L плюс M. Ну, тут у нас уже неравенство есть. размерность L не больше, чем N минус K, размерность M в точности K плюс 1. Здесь мы должны вычесть размерность суммы L плюс M. Но размерность суммы не больше, чем N. Так что это пространство в нмерном пространстве. N вычитаем. Получаем единицу. Получаем, что размерность пересечения L и M не меньше, чем единица. А значит, в пересечении имеется ненулевой вектор. Ненулевой вектор. Значит, вот отсюда следует, что существует ненулевой вектор X пересечения. О, как интересно. Это же я писал когда-то, Далую неделю сохранялось. Так, ну вот теперь, ну давайте я его не X обозначу через Z. Итак, смотрите, значит, у нас спектральная норма A-B больше не является, чем максимум по всем ненулевым X из ядра матрицы B, да? А ядром A-C-B мы через L обозначили, да? Из L. Максимум. Ну, максимум больше значения для любого вектора, да? Вектора из L. А Z принадлежит L. Значит, мы можем вот так написать. потом. А z принадлежит L Но z принадлежит M Значит, здесь мы можем написать вот так Ну, а здесь минимум напишем Ну, верно же, да Если z принадлежит M А если мы берем минимум, значит, будет не больше А этот минимум мы можем вычислить Значит, x у нас Смотрите, x является линейной комбинацией Векторов У и это их Когда e от 1 до k плюс 1 M это линейная оболочка Векторов в 1 И далее uk плюс 1 Значит, эти уиты Это сингулярные векторы То есть они образуют ортономерную систему Так, что такое будет Ax A умножить на x Это вот такая же сумма А вот если мы Матрицу A умножим на ui, то что будет? Sigma i t V и t Да? Figma i t V Ну, тут мы легко посчитаем норму Какая будет норма? Ну, вот сумма квадратов вот этих чисел Значит, это есть Это есть Сумма И от 1 до k плюс 1 Модуль альфа и t в квадрате На сигма и t в квадрате А здесь делить На Модуль альфа и t в квадрате Ну, естественно, корень Ну, понятно, что здесь У нас сигма и k плюс 1 Самая маленькая Мы его вытащим И чтобы оценку снизу писать А сумма квадратов сократится Смотрите, что мы доказали Мы доказали Что если взять Совершенно произвольную Матрицу b Ранг которой Не больше, чем k Но спектральная норма Матрицы a минус b Больше ли равна, чем Сигма k плюс 1 Значит Вот этот минимум Не может быть меньше, чем Сигма k плюс 1 И в то же время Если в качестве b Взять матрицу a k Получается Ровно сигма k плюс 1 Значит Утверждение Первое утверждение В нашей теореме Таким образом доказано Доказано Ну, смысл того, что мы делали Мы показываем, что Спектральная норма А минус b Не может быть меньше, чем Сигма k Больше равна, чем Сигма k плюс 1 И есть матрица b На которой Мы получаем в точности Сигма k плюс 1 То есть минимум Достигается Когда b Равляется Акад Ну вот Ну а теперь давайте Перейдем Ко второму утверждению Нашей теоремы Теперь нас интересует Отклонение в норме Фрабениуса Здесь техника будет Несколько Другая Ну, кое-что Кое-что будет очень Похожим Значит, что мы Значит, первое Что мы сделаем Давайте Вот есть у нас Матрица b Берем произвольную Матрицу b Ранг Которая не больше Чем k Рассматриваем Ее Ее ядро И выбираем В этом ядре Базис Здесь ядро Пусть будет Линейной оболочкой Каких-то векторов Ну Ну Пусть Л Это Дефект Матрицы b Тогда, конечно же Ядро Есть линейная оболочка Каких-то Л-векторов Но Эти векторы Мы, конечно, выберем Ортонормирован То есть Z1, ZL Векторы Ортонормированные И Эту Ортонормированную систему Достроим До Ортонормированного Базиса Вот И Матрицу Из столбцов Составляющих Этот базис Обозначим Буквой Z Значит, ну Естественно Z Можно выделить Первые столбцы L Да? Первые L Столбцов И Хвост Оставшиеся Столбцы Которые Обозначат Через Z Сволную То есть Z с волной Состоит из Столбцов Z L плюс 1 И так далее До Z Значит, вот Столбцы Матрицы Z Образуют Ортонормированные Базис Этмерного Пространства По Построению Теперь Нас Интересует Робениусова Норма Матрицы A минус B И мы знаем Что норма Фрабениуса Унитарный вариант Унитарный вариант Значит Она не изменится Если мы Матрицу А минус B Умножим На унитарную Матрицу Z Вот Но здесь же Смотрите Если мы Здесь возьмем Только часть Столбцов Z Останется Прямоугольная Матрица А норма Фрабениуса Только уменьшится Правда же Да Поэтому мы Смело Можем написать Вот так Согласны? Согласны Но B На ZL Будет 0 Поскольку Столбцы Вот эти Z1 ZL Прилежат Е2 Матрицы И B То есть Это Есть Вот Ну что Такое Норма Фрабениуса А можно Сказать И по-другому Это сумма Квадратов Длин Столбцов Из которой Извлечен Квадратный Коль Понимаю? Ну если Вы сейчас Столбцов Выбросите Норма Уменьшится Ну какая разница Нет Ну посмотрите Если вы Час Столбцов Z Выбрасывать Одновременно Вот в этом Произведении Час Столбцов Выбрасывается Вот Значит Вот А что это Такое Да Давайте Посмотрим Ну вот 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 если У вас есть Какая-то Матрица Какая-то Матрица Ну скажем Ну скажем Большой Комплексной Матрицей И вы Хотите Посчитать Суму Квадратов И ее Элементов По модулю Взят Ну потом Извлечете Корень Получите Норму Фрабенил А как Посчитать Сумму Квадратов Ну вот Ну ладно Давайте Я пока Не буду Вот Есть Матрица А Отвлечемся Вот Как посчитать Сумму Квадратов То есть Я хочу Найти Значит Я вот Что утверждаю Вы можете А умножить На А Со звездой И Взять След Ну смотрите Что такое А со звездой На А В позиции 1.1 Что стоит Скалярное Произведение Первого Столбца На себя Значит В позиции 2.2 Скалярное Произведение Второго Столбца На себя То есть Действительно Взяв След Этой Матрицы Вы Найдете Сумму Квадратов Модулей Элементов Да Вот Значит Ну здесь У нас Матрица А на З Л А на З Л То есть То есть А на З Л Норма Фрабенюса В квадрате Это сумма Квадратов Всех Элементов Это Есть Лет Вот Вот Такой Вот Матриц Согласны? Значит Согласны? А давайте Теперь рассмотрим Вот такую Матрицу Лет Со звездой Аз Аз Это та самая Матрица Унитарная Которая у нас была Значит Ну согласитесь Что очевидно Здесь есть Блочное Строение Здесь Есть Где-то Со звездой З Л То есть Это Вот Л На Л Подмах Согласны? Ну просто Надо З Записать Как мы И писали Вот З Л И З С Волной Ну З Сопряженная Такие Две Блочных Будут Строки Да Вот А потом Перемножаете Ну Может быть Может быть Сейчас Или неправильно Нет Все правильно Все правильно Здесь Ну да Да То есть То есть Вот Это Есть З Л А здесь Вот Ну естественно Получается Четыре блока Перемножаем Вот Я Один из этих блоков Написал Остальные Писать не буду Но Самое Смотрите Что получается Что Вот Это Л На Л Подматрица Это ведущая Подматрица Вот В этой Подматрице В этой Матрице Так То есть Матрица З Л Со звездой А Со звездой А З Л Это Есть Л На Л Подматрица Причем Ведущая Вот В этой Матрице Так Так Но Вот Эта Матрица З Ведь Унитарная Матрица Значит Значит З Со звездой Это З Минус Первый Наверное Да То есть Вот Эта Матрица Подобна Матрице А Со звездой На А Даже Унитарно Подобна И Очевидно Что Это Матрица Эрмитова А Что Вы можете Сказать О собственных Значениях Матрица Со звездой На А Это Квадрат И Сингулярных Чисел Матрицы А То есть Собственные Значения А Со звездой А Это Есть Фигма 1 В квадрате Фигма 2 В квадрате И Тогда Квадрат Сингулярных Чисел И Тут Нужно Вспомнить О Замечательных Соотношениях Разделения Между Собственными Значениями Эрмитовой Матрицы И Ее Ведущая Подматрица Вот Значит Ну вот последовательно Ну мы знаем как Мы выводили Соотношение Разделения Для Подматрицы Порядка Н Минус 1 Но если Взять Подматрицу Главную Порядка Н Минус 2 Ну понятно Что мы Можем Ну скажем Так Минимальное Собственное Значение Подматрицы Порядка Н Минус 1 Будет Больше Равно Чем Минимальное Значение Матрицы Порядка Н Ну дальше Перейдем К Н Минус 2 По Прежнему Значит Что можно Скать Если вы Возьмете Сумму L Собственных Значений Вот этой Матрицы То она Будет Больше Равна Суммы Минимальных L Собственных Значений Всей Матрицы Это Так Ну вот Ну и теперь Выписываем Уму Значит Что же Это будет Для суммы Надо С конца Вот эти L Собственных Значений Записать Значит Сумма То есть Вот это Будет Больше Или Равно Чем Ну корень Как поставим Да Здесь Сумма Н Минус L Плюс 1 До Н Да Ну будет Как Сл Правильно А здесь Будет Сигма В квадрате Ну осталось Только Заметить Связь между К и L Некоторые Да Очевидную связь Между К и L Получается Тот результат Который нам Собственно И нужен То есть Вот это К плюс Единицу Больше Л равно Чем Н Минус Л Плюс 1 Или Другими словами К Больше Л равно Чем Н Минус Л Но мы Этим Уже Пользоваться Правильно И Таким Образом И второе Утверждение Теоремы Доказано Доказано То есть Мы доказали Что Робениусова Норма Матрица Минус Б Снизу Оценивается Как Сумма Как Корень Квадратный Сумма Квадратов Сингулярных Чисел От К плюс 1 До Самого Последнего Вот Собственно Замещательный Результат Да И Демонстрация Полезности Соотношений Разделения Для Собственных Значений Матрицы Ну Кстати Можно Заметить Что И для Сингулярных Чисел Возникают Соотношения Разделения Потому Что Сингулярные Числа Матрицы А Это Корни Квадратные Из Собственных Значений Матрицы А С звездой На А Вот Может быть Несколько Слов Об этом Специально Скажем Ну Что Терем Доказано Тут В общем Я Сломалась Как Как Тупал Давайте Отметим Все-таки Вот Как Фомулируется Соотношение Разделения Для Сингулярных Чисел Ну Здесь Вот Смотрите Вот Матрица А И Предположим Что Она Вот Такой Вид Имеет А С домиком Еще Один Столбец Вот Можно В точности Понять Как Связаны Сингулярные Числа Матриц А И А С домиком Вот Для Них Оказывается Тоже Есть Соотношение Разделения Смотрите А что Такое А со Звездой На А Давайте Считать Это Есть А с Домиком Со Звездой А Со Звездой На А С Домиком А Правильно Значит Когда Перемножим Получается Эрмитовая Матрица Здесь Будет А С Домиком Со Звездой А С Домиком Здесь Будет А Домиком Со Звездой А Здесь А Со Звездой С Домиком Здесь Что Мы Видим Вот Это Подматрица А Звездой На Домиком Это Матрица Порядка Н Минус Один Ведущая Подматрица Порядка Н Минус Один Вот В Этой Эрмитовой Матрице Побольше А А есть соотношение разделения. В данном случае собственные значения – это квадраты сингулярных чисел. То есть собственные значения вот этой матрицы – это квадраты сингулярных чисел матрицы Санцдумик. А собственные значения вот этой матрицы большой, ну, чуть-чуть больше, чем предыдущие, да, это квадраты сингулярных чисел матрицы А. Для квадратов можно написать соотношение разделения. То есть фигма и Т матрицы А в квадрате больше или равняется, чем фигма и плюс первой в квадрате матрицы Санцдумиком. Санцдумиком, вот так. Нет, ну не так. Вот так вот, конечно. Вот так вот, конечно. И здесь фигма и плюс один. Вот, ну здесь мы допускаем и нулевые сингулярные числа. Ну, считаем, что все n сингулярных чисел, цередине, конечно, могут быть нулевые. Значит, вот соотношение разделения дисингулярных чисел. Когда из матрицы выбрасывается или добавляется один столбец. Ну, аналогично, аналогичное соотношение можно написать, когда добавляется или убирается одна строчка. Еще вот соотношение разделения для сингулярных значений. Ну, в общем-то, мы близки к тому, чтобы завершить наше знакомство с теорией Эрмитовых матриц. Точнее, с теорией собственных значений Эрмитовых матриц. Спектральной теории Эрмитовых матриц. Может быть, познакомлю вас с еще одной замечательной теоремой, известной как теорема Лицкого. Лицкий – это наш отечественный математик, работавший на физтехе, читавший лекции там. Вот он в теории матриц оставил замечательную теорему, известную как теорема Лицкого. Вот краткое доказательство было опубликовано им в докладах Академии наук. Один американский математик получил свой результат, мотивируя это занятие свое тем, что он прочитал статью Лицкого, не смог ее понять, и поэтому ему пришлось придумать свое доказательство. Вот бывают и такие стимулы. Нет, там действительно он некоторый результат получил интересный, но вот потому что не смог понять доказательство теории Лицкого. Я покажу вам формулировку этой теоремы. Значит, это теорема особенных значений Эрмитовых матриц. Значит, вот есть Эрмитовы матрицы А, Б и С. Ну, может быть, С. С может быть и не писать, поскольку С будет А плюс Б. Значит, вот интересна связь между собственными значениями матрица Б и собственными значениями их суммы. Сумма тоже будет Эрмитовой матрицей. Значит, конечно, мы их упорядочиваем непременно вот так. Значит, теорема Лицкого. Это вот что за утверждение. Значит, выбираются такие тканомеров. Ну, вообще-то, не так, наверное, да, вот так. От единицы до Н. Вот их оказывается вот что справедливо. Ну, если просуммировать у Л от единицы до К, а здесь взять собственные значения вот такие. Матрица А плюс Б. А плюс Б тоже Эрмитова. Матрица, ее собственные значения вещественные. Это будет вот такое неравенство. Ну, догадывайся, что я сейчас напишу. И этот. А здесь я напишу вот так. Значит, в точности теорема Лицкого. Это из точности теорема Лицкого. Ну, теорема не очень простая. Недлинные доказательства существуют. Вот. Но требует находчивости некоторой. А я вот что давайте предложу вам сделать. А если мы возьмем... Давайте вот случай такой изучим, когда К равняется Н. В этом случае теорема Лицкого совершенно очевидна. И мне интересно, разделите ли вы со мной эту очевидность. Значит, я утверждаю, что если К равняется Н, а если К равняется Н, что это означает? Значит, и один – это единица, и два – двойка, и три – тройка. Все складываются, все собственные значения. Значит, я утверждаю, что в этом случае теорема Лицкого очевидна. А? Конечно, след. Значит, если К равняется Н, то сумма всех... Вот эта сумма – это ист сумма всех собственных значений матрицы А плюс Б. То есть это есть... А сумма всех собственных значений матрицы – это ее след. Правильно? А след суммы матриц, конечно же, равен сумме их следов. Ну, очевидно, да? Действительно очевидно. Вот. Но можно... Давайте менее очевидный случай рассмотрим. Менее очевидный случай, когда К произвольное, но мы возьмем все-таки в качестве вот этого множества... Возьмем в точности К номеров. Знаете, вот... Ну, вот первый случай совсем тривиально получался через следы, да? Вот теперь пускай все-таки любое, но номера и 1, и К не абы какие, а это номера 1, 2, 3, 4 и так далее, и до К. В этом случае теорема Лицкого тоже получается довольно просто. Вот. ну, как делать, да? Да, ну вот, тогда что же это у нас будет? Вот это вот сумма, да? Сумма по И от единицы до К будет. Лямбда ИТ А плюс В. Это просто сумма старших К-собственных значений матрицы А плюс В. Вот давайте вот что сделаем. Возьмем собственные векторы. То есть А плюс В на Z ИТ пусть равняется Лямбда ИТому умножить Z ИТ. То есть Z ИТ пусть собственный вектор. И понятно, что мы можем взять собственные векторы Z1 ZK ортонормированные. Понятно, да? Да. Ну, как просто вот для собственных значений от первого до катого мы можем взять ну, вообще существует артонормированный вектор. Для поскольку матцы ремидов. Вот. Ну, из них, конечно, мы составим матрицу ZK матрицу имеет артонормированные столбцы. Вот. И что понятно? Ну, что понятно? Что? значит, эта сумма есть след вот такой матрицы. диагональная, да? И на диагонали стоят как раз собственные значения. Ну, базис-то взяли артонормированный. Ну, когда вы A плюс B на Z катый умножите, у вас что будет? Будет Z катая умноженная на диагональную матрицу из сотных значений. А когда вы Z катая со звездой на Z катой умножите, будет единичная матрица порядка К. Правильно? То есть, в точности здесь вот вот эта матрица, от которой мы след берем, просто диагональные матрицы, в которой на диагонали стоят вот эти самые числа лямбда и Т от А плюс Б. Да? Ну, хорошо, но след равен же сумме следов? очевидно, равен, да? Хорошо. Ну, а теперь смотрите, значит, давайте ведем матрицу Z, Z катая это матрица, имеющаяся K артенормированных столбцов, мы их достроим до артенормированного базиса и получим матрицу базовую через Z. Вот, и матрица Z со звездой АZ, она Эрмитова, конечно, и она имеет матрицу Z катая со звездой как свою ведущую под матрицу порядка K. И сумма K старших собственных значений под матрицы меньше или равна суммы K старших значений всей матрицы в силу соотношений разделения. То есть вот эта первая сумма не превосходит суммы K собственных значений в данном случае старших. Ну и вторая сумма не превосходит суммы K собственных значений старших для матрицы B. И теорема Линского в этом случае тоже доказана. Тоже просто, да? Вот, ну общий случай я разбирать не буду, а вот как ну могу предложить вам в качестве задачки если вы с этой задачкой справитесь вы поймете как вообще все делать в самом общем случае а попробуйте взять N равное 3 и в этом случае доказать теорему Линского полностью. Значит, если N равного 3 то мы что-то сделали? Ну когда взять K равное 3 мы понимаем что-то очевидно. Теперь если взять номера 1 и 2 то если взять номер 1 просто тоже это мы доказали значит у нас какие ситуации непонятные когда мы возьмем номер 3 там номер 2 да ну или возьмем допустим номер 1 и номер 3 и еще номер 2 и номер 3 вот случай который надо разобрать и понять как же тут строить рассуждение но попробуйте попробуйте это хорошая задачка если у вас получится а у кого-то наверное получится вы можете с гордостью говорить о том что вы придумали поняли как доказывается весьма нетривиальная знаменитая даже теорема в матричном анализе теорема Лицкого ну а тут я думаю давайте действительно поставим точку у нас еще впереди наша последняя по существу тема в нашем курсе алгебры и геометрии тема в которой будет и алгебра и геометрия это изучение линейных неравенств начинали мы курс с линейных уравнений систем линейных алгебраических уравнений а вот завершать его будем изучением систем линейных неравенств понятно что это объекта безлучайно интерес самых разных приложений ну конечно когда мы систему уравнений изучали мы могли говорить и о комплексных чиселах и вообще о произвольных полях в случае неравенств мы конечно будем считать что наши числа вещественные и Ну, значит, вот как выглядит в общем виде система. Заданный A1, 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 A1N. Но нас интересует здесь вместо равенства, нас интересует неравенство. Ну, понятно, что вот это неравенство задает некое полупространство. Есть гиперплоскость. Если рассмотреть уравнение, то уравнение задает некоторую гиперплоскость в инмерном пространстве арифметическом. А неравенство в этом пространстве отсекает целое полупространство. векторов, которые лежат по одну сторону от этой гиперплоскости. Нас интересует несколько неравенств. Вот второе. Ну, пусть их М всего. Система линейных неравенств. Эта система может не иметь ни одного решения. Быть несовместной. Может иметь решение. Но вот если эта система имеет решение, то что это означает? Значит, каждая точка, которая удовлетворяет тем неравенствам одновременно, это точка, принадлежащая пересечению полупространств. Но мы можем использовать естественные скалярные произведения и вот эту самую систему записать вот таким вот образом. Значит, вектор А1 введем составленный из коэффициентов первой строчки. Вот он скалярно на х умножается. Меньше равняется, чем В1. Это вот одно полупространство. Вот. Но одновременно мы давайте позволим себе и такую запись. Вот матрица А, это матрица коэффициентов при иксах. Вот ее умножили на вектор х и напишем, меньше или равно В. Ну что значит, один вектор меньше или равен, чем другой? По координатам. Значит, каждая координата первого вектора меньше или равна соответствующей координатой второго вектора. То есть будем себе позволять и вот такую запись, короткую. Когда мы уравнение рассмотрим, пишем, х равно В. Теперь. А х меньше или равно В, это и есть система линейных неравенств. Что? А где число? А В1-то это не вектор. В1 тоже число. В это вектор. В вектор составлен из чисел В1, В2, В. Ну давайте введем термин определение. Полиэдром. Вот такой вот объект полиэдр. Полиэдр это будет геометрическое. Вот такое множество. Ну давайте напишем ВРМ Ах меньше или равно В. То есть вот множество точек, удовлетворяющих системе линейных неравенств с матрицей А и вектором В будем называть полиэдром. Вот. Ну бывают неинтересные случаи. Полиэдр может оказаться пустым. То есть в нем нет точек. Система неравенств есть, но этой системе ни одна точка не удовлетворяет. Довольно легко придумать такую систему. Правда же? Еще один случай не особенный интересный. Когда есть система неравенств линейных, а ей удовлетворяет любая точка. Ну, понятно, возьмите А, положите А равную нулю, В положите равную нулю. Понятно, система неравенств формально написана. Она не пустая, но совпадает, в данном случае полиэдр может совпадать и со всем пространством. Вот. Ну, а промежуточные случаи, это случаи, которые можно описать таким образом. Полиэдр оказывается пересечением конечного числа полупространства. То есть вот такой значит интересный объект. Что можно о полиэдрах? Ну, вот мы будем заниматься изучением полиэдра в ближайшем году. Что можно сказать о полиэдре? Ну, фигуру, ну, фигуру, фигуру множество точек. То есть это фигура, конечно. Значит, утверждение. Полиэдр является выпуклым ножом. ножом. Значит, утверждение. Я даже не пишу теорему, поскольку утверждение очевидное, да? Фигура являются выпуклым ножством. А действительно очевидно вам это утверждение? Нет, на самом деле, смотрите, полиэдр может быть пустым, но тут дело, наверное, определения, будем считать, что пустое множество. Ну, если скажем так, не пустой полиэдр является выпуклым ножством. Значит, если полиэдр совпадает со всем пространством, то, конечно, он является выпуклым множеством. А если полиэдр является пересечением конечного числа полупространства, заметим, что любое полупространство является выпуклым множеством. А пересечение хоть конечного, хоть бесконечного числа выпуклых множеств, конечно же, будет выпуклым множеством с очевидностью. Поэтому полиэдр, действительно, не пустой, полиэдр является выпуклым множеством. Ну, может быть, мы вспомним, что мы знаем о выпуклых множествах. Полиэдр является выпуклым, ну, очередной замкнутым. Потому что неравенства не строгие. А что мы знаем о выпуклых замкнутых множествах? Припоминайте. Да, значит, вот существует элемент наилучшего приближения. Ну, здесь естественное скалярное произведение. Значит, длины имеются для векторов. И вот для каждого вектора на замкнутом выпуклом множестве есть вектор, который является самым близким. Самым близким. Значит, это мы знаем. Дальше мы знаем, что через любую граничную точку замкнутого выпуклого множества проходит ну, хотя бы одна опорная гиперплоскость. То есть такая гиперплоскость, которая имеет замкнутым выпуклом множеством ровно одну. Ну, может быть, не ровно одну, имеет общую точку, а все точки множества замкнутого выпуклого находятся по одну сторону от этой гиперплоскости. Помните, да? Это утверждение у нас тоже с вами было. Значит, вот если есть полиэндр, то там в каждой точке можно можно через каждую точку провести опорную гиперплоскость. Ну, вот такой результат очень полезный, существенный о полиэндрах заключается в том, что мы можем точно сказать, что будет с полиэндром происходить при проекциях. При проекциях. То есть вот если мы полиэндр спроектируем на какую-нибудь плоскость, что будет? Что при этом будет? Будет какая-то, как мы сказали, фигура, да, какая? Что будет представлять эту фигуру? Оказывается, эта фигура будет по-прежнему полиэндром. То есть это будет вот первая наша основная теорема о полиэндрах. Теорема. Проекция полиэндра является ведром. going on. , Возьмите, Supporting on the Trust s. そうですね. Проекция Еще раз, о чем идет речь, что такое проекция? Вот у вас есть пространство иномерное, и вы выделяете некую плоскость. И на эту плоскость реализуете проектирование параллельно некоторой дополнительной плоскости. Ну, если угодно, конечно, можно сказать, что плоскость, почему плоскость? Давайте просто пространство выделим, какое-то подпространство выделяется, и на этом подпространство производим проектирование. То есть фактически это действует оператор, который мы называем оператором проектирования, проектирование на подпространство. Ну, потому что если взять плоскость, это будет просто сдвиг такой параллельный. В этой плоскости будет фигура. То есть достаточно, конечно, изучать проектирование на подпространство. Значит, вот утверждение такое, что при любом проектировании полиэдра в подпространстве образуются фигуры, которые сама описываются системой линейных неравенцев. Ну, о чем фактически, как это утверждение можно доказать? Ну, вот пусть полиэдр описывается вот некоторой конкретной системой линейных неравенств. Да, пусть он, конечно, не пустой. И пусть не совпадает со всем пространством. Если он совпадает со всем пространством, как все очевидно, тогда при проектировании на подпространство у нас и получится все подпространство. Вот. Значит, опроектировать давайте на конкретное очень подпространство. Давайте исключим просто хн. Вот. Исключим просто Xn. То есть нас будут интересовать вот такие точки. Давайте их что-ли домиком обозначу. Такие точки, то существует Xn, такое, что вот это, что А умножить на вот такой вот вектор. Это будет точка исходного полиэнтра. То есть интересует нас уже в n-минус-одномерном пространстве. Вот это можем, ну давайте обозначим это через P с домиком. А исходный полиэнтра пусть это P, то есть P с домиком это вот проекция полиэнтра P. Вот ее судноопределение. Это, конечно, некий частный случай проектора, когда мы фактически на гиперподпространство проектируем. Вот, ну вы скажете, а как произвольный случай? Ну, произвольный случай очень прост. Вы можете выбрать базис в подпространстве, достроить его до базиса пространства и переписать систему линейных неравенств новых координат. И дальше, значит, надо будет изучать в точности этот самый случай. Правильно? Значит, о чем идет речь? Надо понять, что любая точка из этого множества P с домиком удовлетворяет некоторой системе линейных неравенств относительно, естественно, координат x1, xn-1. И более того, вот можно написать систему линейных неравенств относительно координат x1, xn-1, такую, что любое ее решение будет точкой множества P с домиком. Вот наша задача. Почему это можно сделать для множества P с домиком? Ну, я думаю, так. Время-то наше вышло. У вас есть возможность до следующей лекции поразмышлять, как здесь продвинуться. А мы, конечно, теорему эту докажем на следующей лекции. Все. Пожалуйста, а вы не знаете, когда Николай Леонидович приедет? Пожалуйста, а вы не знаете, когда Николай Леонидович приедет?